В Бендерах продолжают инспектировать выполнение инвест-программ предприятиями топливно-энергетического комплекса. По оценке градоначальника, работы проводятся на высоком уровне. Только в этом году проведена масштабная модернизация газового оборудования. Заменено 8,5 километров наружных и 3 километра внутренних теплосетей. Построено два новых водопровода протяженностью более 8 километров. Работа продолжается. Вода, свет, тепло и газ. Обычный набор бытовых удобств, которые есть в любом доме. И каждый элемент комфорта должен исправно работать. Модернизация, ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций – цель масштабной инвест-программы. Большую часть работ проводят за счет межтарифной разницы. Средств, которые государство направляет для покрытия разрыва между существующими и экономически обоснованными тарифами. Коммунальные услуги на самом деле стоят дороже, чем за это платят население и юридические лица. Поэтому за счет межтарифной разницы осуществляется большая часть их работ. Часть средств идет также на повышение заработной платы работников, чтобы удержать их и обеспечить минимальную текучесть кадров. Потому что от их квалификации зависит очень многое. За прошлые и текущие годы бендерские газовики заменили половину газорегуляторных пунктов. Старое, отслужившее свой век оборудование заменили на новое, современное. Оно должно прослужить не меньше 25 лет. В бендерах уже три своих газораспределительные станции. Городские газопроводы закольцевали, соединили между собой, чтобы аварий было меньше. Внедрили телеметрию. По инвест-программе была у нас сумма 2 миллиона 500. Мы все это освоили. Инвест-программа была замена, кроме газорегуляторных пунктов, были шкафные. Были прокладка подземных газопроводов к жилым домам, перекладка газопроводов для закольцовки было. Это было ввес-программа. Все пункты были выполнены. Газ подводили в котельные теплопункты и жилые дома, как к этому долгострою по улице Кишиневской. Дом простоял много лет, прежде чем ему дали новую жизнь. Благодаря президентской программе «Доступное жилье» его сдадут уже в декабре. Отопление здесь будет автономным, а свет, вода и газ уже есть. Постарались бендерские коммунальщики. Это, знаете, такая невидимая работа, но очень важная для республики. Никто не видит состояние труп под землей, но как только становится аварийная ситуация, это сразу замещают все. Задача наша – делать так, чтобы этих ситуаций было как можно меньше. И бендерчанам, и перенестровцам комфортно жилось в нашей республике, в нашем городе. Не забудут и о селах. В планах «Бендеры Теплоэнерго» построить газовые котельные в детском саду и школе села Гиска. И в центре Бендер, по улице Дзержинского. А к Новому году бендерчанам сделают еще один теплый подарок. К пяти построенным в 2000-м котельным добавят еще одну, по улице Коммунистической. Елена Леонтьева, Иван Зеленский, Бендерское телевидение.